Это видео, такой своеобразный эксперимент. Раньше я все время сидел, и меня часто спрашивали, а что ты все время сидишь-то, что ходить не умеешь, или тебе лень, или что. И вот я решил проверить, получится ли на GoPro, потому что на Lumix у меня с автофокусом все вообще прям беда, особенно в низком ощущении, в низком освещении. И там прям не получится никак передвигаться по крыше, по любому другому пространству. Но крыша для меня самая доступная, потому что я просто вышел из дома, поднялся на крышу и все. А как бы выйти на улицу, ну это уже надо понимать, что все работает. Поэтому вот я решил поставить свет, поставить стойки. Видели бы вы здесь конструкцию, какую я намутил, потому что здесь на стойке стоит стойка, на стойке переходник, на переходнике специальный чехол для GoPro. И на все это дело сверху еще налеплен микрофон. А сзади стоит свет, который я использую на стримах. На максималку сейчас включен. И я не знаю, какое качество. И скорее всего, если качество полное, дно вы, наверное, даже это видео не увидите. Ну, если на монтаже покажется, что, в принципе, хоть что-то можно рассмотреть и расслышать, то, наверное, я это видео выпущу. И это такой эксперимент, ответ на множество вопросов. Точнее, один вопрос, который был задан многократно на моем канале, где выпуски перед сном, они будут. Но они мне всегда не нравились техническим моментом одним. Тем, что все время я либо не попадал в фокус, либо ужасно зернистая, неприятная картинка была. Чтобы купить камеру, которая снимает хорошо ночью, а это типа Sony A7S3 или S2, как она там называлась, у меня просто нет столько денег, потому что это там 200 тысяч рублей вместе с оптикой. Ну, и пока я просто не готов. И просто ради того, чтобы снимать ночные ролики раз в пару месяцев. Это как бы пока что глупо, да. Поэтому я экспериментирую с разными возможностями, с разными форматами. Я не знаю, как все будет обстоять со звуком. У меня вроде как сейчас есть рекордер, и по идее можно записывать все на петличку и просто ходить вот так вот по крыше со всех сторон, показывать вообще, что происходит, подходить ближе и дальше к камере. И, в принципе, звук будет нормальный, потому что, ну, будет записываться на рекордер, а потом я его просто с видео сведу. Но пока я вот экспериментирую с микрофоном-пушкой, так называемым, вот стою на крыше, буквально идея пришла мне там 10 минут назад. У меня есть еще сзади, вам не видно, у меня есть еще сумка с тремя стойками, и на них еще три LED-лампы прикручиваются. То есть это мой комплектный свет, который я использовал в предыдущих роликах перед сном. Сейчас поэкспериментирую с ним. Если что получится, может быть, даже покажу. А если не получится, то вот такой вот кратенький ролик с тем, что я делаю, чтобы улучшить как-то контент на канале. Уж поверьте, рассказать мне есть что, и поговорить с вами хочется. Но хочется все-таки делать все хорошо, либо не делать никак. Не знаю, как это получится. GoPro далеко не та камера, которая нужна для съемок ночью. Хотя съемки с выдержкой, фотки с выдержкой, она делает прям автоматически и очень забавно. Я сейчас, наверное, бам какой-нибудь вот картиночку подвешу. Я там на Шри-Ланке пора экспериментировал. Было очень круто. Поэтому, так, давайте мне еще минуточку. Попробую выставить свет. Посмотреть, что получится. Получится ли что-нибудь. А еще на этой камере GoPro посреди экрана появилась какая-то полоска сзади. Ну, вообще, камера пережила уже достаточно много. И под водой она без всяких чехлов побывала долго. И прям конкретно тонула в нее. Вода проникала пару раз. Мы ее высушивали. И тот факт, что она, в принципе, работает, уже радует очень сильно. А полоска... Ну, как бы я ее не вижу. И на качество картинки я очень сильно надеюсь, она не влияет. Я очень надеюсь, что это косяк этого мониторчика, а не косяк линзы. И не будет этой полоски на финальном монтаже. Ладно, сейчас попробуем еще. Так. Если вы можете, я не знаю, можете вы или нет, заметить. Но я добавил еще пару источников света на нашу вечеринку. Где-то у меня в кармане был мой вейп. И, честно говоря, снимать, конечно, прям жестко. Я камеру, ну, вот, я ее вижу, конечно, все хорошо. Но вот вокруг на меня светит прям... О, я не знаю, я после этого еще минут пять, наверное, видеть ничего не буду. Не знаю, как оно получится по итогу, как этот микрофон. Потому что с ним на крыше я не снимал еще ни разу. Всегда все снимал на петличку. А как вы знаете, если вы смотрели предыдущие мои ролики, с крыши, тем более, петличка у меня снимает все. Она реально ловит вот самолеты, птиц, собак, трактора. Вот, голос иногда мой ловит. Но собирает вообще максимальное количество звуков отовсюду. И никакой направленности у нее нет. Все-таки с пушкой немножечко в этом плане получше. Потому что я снимал, когда на Шри-Ланке кусочки разные. Я прям замечал, как я буквально за микрофон заходил, говорил, и звук очень сильно приглушался. Теперь вот я говорю четко в него. Я не знаю, видно его в камеру или нет. Я очень надеюсь, что не видно микрофон в камеру. Потому что я использую новый чехол для GoPro с возможностью вот этот дурацкий, абсолютно дурацкий, очень дорогой переходник на микрофон вставлять прямо в чехол. Такая вот штучка сделала некая компания. Улан-Дзи называется. И посмотрим, как все это работает. У меня осталась еще одна лампа, которую по-хорошему надо для контрового света вот туда ставить. Но у меня в качестве контрового света сейчас дома. Попробую вот отойти, показать вам, не знаю, крышу. Мало что, наверное, видно. И качество, как я, не надеюсь, но практически в этом уверен, оно такое себе. Поэтому не знаю даже еще, что сказать. Никакого плана не было. Это чистейший эксперимент. Сейчас еще поставлю просто вот тот контровой светик куда-нибудь, чтобы он пытался не попасть в кадр. Ну, или чтобы не сильно раздражал в кадре. И... ну, и все. И все, наверное. На этом будет конец эксперимента. Очень короткое такое, минут на пять видео, наверное, да, получилось. Просто надо попробовать. Мне нужно посмотреть, как это вышло. Если вы это увидите, ну, значит, я решил, что оно того достойно. Если не увидите, значит, не увидите. Не знаю, короче, поэкспериментировал я с контровым светом. Он все время попадает в кадр. Это плохо. Он прям засвечивает некрасивое такое белое пятно. А если я меняю на, ну, более теплые тона, получается неприятное желто-белое пятно. Поставил. В итоге все четыре света. Что, на телефон поснимаю, покажу, как это все у меня получилось. Как по мне, фигня полная. И мне ужасно не нравится все, что происходит. Но выбора нет. Поэтому давайте где-нибудь в комментариях голосуйте. Вернуть старый формат. Сидеть на стуле. Рассказывать свои мысли. Либо стоять, ходить и раздумывать свои мысли на своих двоих. Но это еще не все, ребята. Я тут подумал, блин, так я же уже все установил. И что делать-то, соответственно, надо как-то поснимать с другим микрофоном. И, соответственно, вот я сейчас вдалеке и в темноте снимаю вот на вот это. У меня тут новый микрофон появился. Он тоже с шестиметровым кабелем с очень длинным. Но, слава богу, он пока не распакован. То есть кабель пока в таком, в коротком вариантике. И он заряжается по USB. Не надо батарейку менять. Что меня радует определенно. Но вот сейчас зато я имею возможность ходить куда угодно. И звук, по идее, не должен вообще никак меняться. Не знаю, как вообще со звуком, как с этим микрофоном. Никогда им особо не пользовался. Ну, точнее, он у меня есть. Это недели две. Я его один раз из коробки достал и посмотрел. И все. Даже не включал. Я даже не знал, что он заряжен хоть чуть-чуть. Поэтому не знаю, сколько у него заряда осталось. Не знаю, как там, что и почему. Ну, вот микрофон есть с вот таким странным кабелем. Ну, это уже все технические детали. Это можно будет потом распутать и посмотреть. Вообще получилось что-то или нет. Главный вопрос – это свет. Всегда в видео все решает свет. И как со светом в этот раз, я не знаю. Вот так, кстати, звучит сейчас микрофон, который висит на GoPro. А вот так звучит микрофон, который висит у меня как петличка. Вот, принимайте решение. Думайте, пишите в комментариях, что, зачем. Ну, я вам уже все это говорил. Чего я буду повторяться. Ладно, буду потихоньку складываться, да пойду. А то что-то как-то... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!